Я прокомментирую эту ситуацию как проявление вопиющего лицемерия со стороны западных стран. Я прокомментирую встречу друзей, так называемых друзей Сирии, как проявление неоколониальной политики, замаскированной дымовой завесой разговоров о демократии и защите прав человека. Дело в том, что совершенно ясно, что против Сирии ведется необъявленная война. Эта война осуществляется внешними силами. Нам говорят о том, что там идет гражданская война. На самом деле основную часть боевых действий против законного правительства Сирии ведут наемнические формирования, финансируемые, обучаемые и вооружаемые теми же самыми западными странами. И все это прекрасно знают. То есть это вооруженная агрессия. Единственное, что она осуществляется не регулярными войсками стран-членов НАТО, осуществляется наемническими бандформированиями. Это колониальная война нового типа. И вопиющее лицемерие, когда представители западных стран на этой конференции, так называемых друзей Сирии, говорят о том, что все это делается для защиты демократии, для спасения мирного населения. Решения, которые были приняты так называемыми друзьями Сирии, ведут к усилению жертв среди мирного населения, ведут к усилению страданий этого самого мирного населения, ведут к новым разрушениям. Это совершенно чудовищное решение, которое пытается прикрыть с собой агрессию, которую ведут страны НАТО. Впервые за последние 20 лет Россия занимает верную позицию в этом направлении. Мы до сих пор видели примеры, как ельцинское руководство сдало союзное дружественное нам Югославию. Отмолчались во время агрессии НАТО против Ирака. Фактически поддержали интервенцию НАТО в Афганистане. Не препятствовали интервенции НАТО в Ливии, которая привела к уничтожению этого процветающего государства. И только после этой серии, можно сказать, игнорирования наших национальных интересов, игнорирования вопиющих нарушений международного права, российское руководство вдруг обнаружило, что Сирию мы не должны отдавать. Это правильное, хотя и запоздало решение. Поэтому в данном случае можно только поддержать то вето, которое накладывает Россия вместе с Китаем в Совете Безопасности ООН на любые попытки западных стран ввести некое эмбарго против Сирии или даже создать юридические предпосылки для вооруженной интервенции против Сирии. В данном случае позиция российского руководства верна, но она должна быть более последовательна. Мы прекрасно знаем о том, что западные страны активно занимаются поставкой оружия, боевой техники и средств связи, так называемых повстанцев, на самом деле бандформирования. Российская Федерация должна выполнить свой долг и обеспечить выполнение своих обязательств по поставке системы оружия законному правительству Сирии. Законное правительство Сирии сталкивается с внешней агрессией. Поэтому наш долг во исполнении международного права оказать помощь правительству Сирии в защите от этой внешней агрессии, в том числе и предоставлением необходимого оружия и боеприпасов.